27 коров, 2 быка и телята, всего 60 голов. Месячную удой стада в летний месяц составляет около 6 тысяч литров. Цифра небольшая, но стабильная. Молочная продукция расходится сразу, на неё у населения Омы аппетит хороший. Правда, каким трудом она достаётся, известно только работникам фермы. Зимой температуры настолько низкие, что телята примерзают к полу. Питьё для коров сразу же превращается в лёд. Капитального ремонта здания не видела с далёкого 1985 года, когда ферма ещё принадлежала к колхозу «Восход». Когда пришла и был колхоз, Россия, потом «Восход» стал им. То, что у них не было средств на ремонт, ремонт не делали. Поскольку она существует, вообще ремонта никакого не было. То, что денег нигде не хватало. И так без зарплаты, поскольку месяц в колхозе жили, денег не хватало даже на зарплату. А какой на ремонт? Конечно, не могли сделать ремонт. Когда в 2011 году начали строить новое здание, радости персонала не было предела. С её появлением работники надеялись не только на комфортные условия, но и на прибавку в коллективе. Евгений, местный житель, вернулся в ОМУ после окончания техникума вместе с женой и ребёнком. Говорит, городская жизнь не для него, село ближе. Только вот с работой здесь тяжелее. Так как нету здесь условий работать, они, я думаю, из-за этого не идут сюда. Потому что раньше же, когда эта ферма была новая, раньше везде увольнялись люди со всех работ, шли сюда работать. Когда на ферму придут новые работники, пока неизвестно. Сегодня Заполярный район расторгнул договор и ведёт судебный процесс с подрядчиком «Стройдормашкомплект». Дело осложняется тем, что компания признана банкротом, и деньги округу вернутся ещё не скоро. Компания должна выплатить неотработанный аванс в 22 миллиона. С учётом штрафов и пении за просрочку, цифра возрастает до 113 миллионов. Окончательную сумму определит Московский арбитражный суд, где в середине декабря состоится заседание по делу. Ну а сама ферма с января 2015 года перейдёт в ведение округа. То есть мы сейчас достраиваем объекты, те, которые у нас уже заключены, контракты, которые действующие. В отношении тех объектов, которые подрядчики не справляются по разного рода причинам, или идёт расторжение контрактов в судебном порядке, ну и в таком плане. Значит, мы их расторгаем, завершаем все судебные необходимые процедуры. И уже сами объекты незавершённого строительства уже также будут передаваться в государственную собственность Ненецкого округа. На сегодня здание фермы готово процентов на 50. Собран каркас и установлены сэндвич панелей. Необходимо установить модульную котельную, возвести склад для кормов и закупить оборудование. По предварительным оценкам специалистов, на завершение строительства понадобится порядка 150 миллионов рублей.